Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я приветствую вас на канале Мир детских увлечений. Предлагаю вам сразу подписаться на мой канал, чтобы вы могли первыми видеть видео мастер-классов, которые я для вас готовлю. А сегодня мы с вами будем плести фигурку маленького кролика Кроша, одного из героев мультфильма «Смешарики». Для этого нам понадобятся резиночки голубого цвета. Из инструментов нам понадобится наш крючок, потому что выполнять его мы будем в технике луми-гуруми. Также нам понадобится застежка контрастного цвета. Начнем с того, что одну резиночку мы обернем вокруг крючка три раза. Вот таким образом. Теперь мы берем следующую резиночку, набрасываем на крючок и спускаем на нее резиночку первую, которую мы набросили на крючок три раза. Подвигаем нашу петельку на крючок подальше, воздушную петельку захватываем и протягиваем ее через петельку на крючке. Вот такая форма у нас получается. Теперь мы с вами снова вводим крючок в первую резиночку, которую мы три раза оборачивали вокруг крючка. Вот таким образом. Снова захватываем резиночку, протягиваем ее сквозь резинку в три оборота, захватываем воздушную и пропускаем эту петельку через обе петли, которые были на крючке. Вот таким образом. У нас уже две резиночки вышли из одной резинки, которую мы оборачивали три раза. Таких петелек у нас должно быть шесть. Мы снова повторяем эту же операцию. Вводим крючок внутрь, захватываем резиночку, выводим из резинки в три оборота, захватываем воздушную и пропускаем через обе резинки на крючке. Это третья петелька. Продолжаем набрасывать петельки таким же образом. И так у нас получилось вот такое солнышко. Шесть петелек, которые нанизаны как бы на одну резинку, обернутую три раза вокруг крючка. Наше следующее действие. Мы вводим крючок в первую петельку, которая образовалась после нанизывания резинки на первую, самую первую петельку. В нее мы должны продеть не одну, а две резинки. Сначала одну, затем вторую в ту же петельку. Таким образом, из одной петельки у нас получилось, вышло две резинки. Весь второй ряд мы должны пройти именно таким образом. Из каждой петельки мы провязываем по две резинки. Нelfой петельки мы собираемся с другим. Н Dollars เรา 3M 2M 2 3M 4 7 7 9 9 Продолжение следует... Пройдя таким образом второй ряд, мы увеличили количество наших петель с 6 до 12. Теперь мы набросим на последнюю петельку, завершающую петельку ряда, мы набросим нашу застежечку, чтобы не путаться в рядах. Ведь мы плетем все ряды одним цветом. Теперь следующий ряд мы пройдем по схеме. Из первой петельки две резинки, вот таким образом. Из второй одну резинку. Следующий мы будем плести снова две резинки. То есть из всех четных петель этого ряда мы проплетаем по две резиночки. Из всех нечетных по одной. Подойдя к нашей застежечке, мы ее с вами снимаем и проплетаем эту петельку как четную. То есть две петли, две резиночки проплетаем из нее. И снова набрасываем нашу застежечку, чтобы пометить конечную петельку ряда. Так. У нас получилось вот такое маленькое гнездышко. Теперь мы с вами должны проплести три ряда по схеме. Из одной петельки одна резинка. Мы с вами должны три раза обойти вокруг и снова вернуться к нашей застежечке. Плетем именно таким образом. Из одной петли только одна резинка. Итак, когда мы с вами проплели три ряда, мы вернулись к нашей застежечке. Вот она, мы вернулись на тот же уровень, только на три ряда выше. У нас уже получилось вот такое глубокое гнездышко такой формы. Уже оно более-менее похоже на шарик. Мы продолжаем плетение. Мы сняли застежечку. Последнюю петельку мы проплетаем как обычную в этом ряду. Одну резиночку из одной петли. И снова набрасываем застежку на нашу последнюю петлю, чтобы пометить последнюю петельку ряда. Теперь следующий ряд мы будем плести по новой схеме. Теперь нам придется убавлять петли. Как мы будем это делать? Если раньше мы вставляли крючок изнутри нашего изделия, то теперь мы будем захватывать только одну петельку и вставлять крючок снаружи. Затем мы захватываем еще одну петельку изнутри. И таким образом у нас на крючке получается две петельки. Вот так. Именно через них мы и пропускаем новую резинку. Таким образом из двух петель мы провязываем одну резинку. Вот так. Следующую резиночку мы провяжем как обычно. Из одной петельки одна резинка. Теперь снова провязываем из двух петелек. Смотрите внимательно. Из двух петелек мы провязываем одну резинку. Вот так. Таким образом мы убавляем количество петель в наших рядах. Следующую мы плетем как обычную одинарную. Из одной петли одну резиночку. Таким образом чередуя петли проплетите еще один ряд. Таким образом, когда мы с вами вернулись к нашей застежке, мы снова ее снимаем. И провязываем эту петельку так, как положено по ходу ряда. То есть из этой петелечки я провяжу одну петельку. Теперь вы видите, что наш шарик стал сужаться. Вот. И отверстие стало уменьшаться. Сейчас самое время подготовить наполнитель для нашего кролика. Как мы будем это делать? Для этого нам понадобится обычный целлофановый пакет. И резиночки ненужные, которые я собираю. Вот они старенькие, которые я использовала для плетения других игрушек, которые может быть порвались, которые мне уже не нравятся. Вот таким образом. Я собираю их все в центр пакета и туго стягиваю. Вот таким образом. Внутри нашего кулечка можно сделать вот такие дырочки, чтобы пакет не мешал формировать круглую форму нашего зайчика. Теперь мы скручиваем наш кулечек в тугенький шарик и резиночкой обматываем, чтобы он у нас не открылся. Обматываем очень-очень туго. Вот этот хвостик мы обрезаем. Он нам не нужен. Теперь мы расправляем. Как бы цветочек делаем из хвостика. И начинаем нашими резиночками, снова же голубыми, обхватывать в разных направлениях этот кулечек со старыми резиночками. Таким образом мы с вами формируем наполнитель, который будет внутри нашей игрушки. Наша игрушка будет достаточно плотная и она не будет терять форму. Вот резиночки мы набрасываем в разных-разных направлениях. Чем правильнее мы набросим резиночки, тем круглее будет наша игрушка. Вот. Продолжение следует... Итак, вот таким образом мы с вами скатали вот такой шарик. Он твердый достаточно, внутри него старые резиночки, поэтому он достаточно плотный. Теперь мы с вами берем нашу форму, которую мы уже связали крючком в технике луми-гуруми, прикладываем ее к нашему шарику и как бы выворачиваем нашу форму на форму шарика. Теперь подтягиваем, равномерно распределяем шкурку по шарику. Это очень похоже на то, как мы с вами делали попрыгунчика в технике луми-гуруми. Так, теперь мы с вами должны наше отверстие, которое вот такое у нас сейчас получилось, мы должны его закрыть. Продолжаем закрывать отверстие в той технике, которую я вам показала. Но теперь мы вяжем как бы снаружи, мы запускаем крючочек наш снаружи изделия. Захватываем резинку, выводим ее наружу и провязываем вот таким образом. Это в случае, когда мы провязываем из одной резиночки, из одной петельки одну резинку. Теперь мы должны с вами пройти ряд, помечаем застежечкой крайний ряд нашей, крайнюю резиночку нашего ряда. И мы должны пройти следующий ряд по такой схеме. Две петли провязываем в одну резиночку, следующую резиночку из одной одну. Снова две петли в одну, потом из одной в одну. Вот так вот чередуя. И то же самое мы с вами захватываем снаружи нашей петельки. И провязываем из двух петелек одну резиночку. Вот таким образом. Следующую петельку мы провязываем, просто одинарную. Теперь из двух необходимо провязать одну. Петельку мы провязываем. Вот мы с вами и вернулись к нашей застежке. Мы снимаем ее и провязываем эту петельку так, как нам необходимо, по ходу плетения. То есть из одной петельки провязываем одну резинку. Больше нам не понадобится наша застежка, потому что теперь мы будем все время закрывать. Из двух петелек мы будем провязывать по одной резиночке. До тех пор, пока у нас не останется петелек. Снова из двух провязываем одну. И теперь снова из двух последних мы захватываем и провязываем одну петельку. Вот так. Эта петелька у нас будет закрепительная. Мы к ней должны привязать еще одну петельку. Вот таким образом захватываем, протягиваем сквозь нее. Воздушную петлю захватываем и протягиваем сквозь петлю на крючке. Затягиваем вот такую вот длинную у нас получилась петельку. Именно эту петельку мы будем прятать внутри нашего шарика. Это дает нам возможность немножечко скрыть рыхлость нашего плетения. То есть давайте в самые наши открытые такие дырочки протягивать нашу петельку закрепительную. Вот так, чтобы замаскировать наши такие самые большие дырочки. Так, вот такой шарик, вот такая заготовочка у нас с вами получилась. Это заготовка для нашего кроша. Теперь мы с вами приступим к изготовлению лапок для него. Что для этого нам понадобится? Для этого мы берем одну резиночку и набрасываем ее снова три раза на крючок. Вот таким образом. Теперь мы должны из этой резиночки проплести пять резинок. Если в первом случае мы с вами проплетали шесть, то теперь хватит всего пяти резиночек. Так, вот мы проплели с вами солнышко из пяти резинок. Вокруг одной. Теперь мы вводим крючок в первую резинку, которая у нас образовалась. И из нее провязываем две резинки. Так, и из следующей мы снова провязываем одну резинку. Вот такая лапка у нас с вами получилась. Теперь мы делаем закрепительную петелечку, то есть захватываем и пропускаем через петлю на крючке. Захватили и теперь выводим ее из центрального отверстия. Вот так. Вот такая лапка у нас получилась. Теперь мы берем формочку нашего кроша. Продеваем, снимаем нашу лапку с крючка. Продеваем крючок в нижней части нашего шарика. Захватываем резинку, на которой крепится лапка. Протягиваем сквозь форму кроша. Берем следующую резинку. И протягиваем ее. Делаем закрепительной для этой резиночки. Вот таким образом. Затягиваем такой узелочек. Вот такая удлиненная, как бы, ниточка из двух резинок у нас получилась. Теперь мы с вами продеваем крючок сквозь нашу ножку. Захватываем эту ниточку. И вытягиваем крючок, выводим. Таким образом мы закрепляем ножку с помощью этой ниточки. Теперь мы снова вводим крючок в изделие центральное. Потом выводим из петельки, которая находится рядом с той, в которую мы вдевали ножку. И в саму ножку. Теперь мы захватываем эту соединительную нашу резиночку. И выводим ее через все петли. Очень аккуратно. Вот таким образом. И наша ножка уже получилась. Вот у нашего кроша есть уже одна ножка. Таким же образом выполните вторую. Вот таким образом у нашего кроша появилось две лапки. Задние лапки. Теперь мы с вами будем плести для него ручки. Так. Это передние лапки. Для этого мы берем одну резиночку и накручиваем ее два раза на пальцы. Вот так. Снимаем на левую руку. Теперь намечаем место, где у нас должны начинаться лапки. Это по, если вот смотрит наша фигурка на нас, ножки. Вот у нас это уже мы поняли, что это будет перед мордочка нашего кролика. Потому что лапки задние смотрят сюда. Значит, где-то вот в этом месте мы с вами будем крепить верхние лапки, то есть ручки. Мы захватываем резиночку, которую мы два раза обернули на пальцах. Захватываем воздушную. Вот таким образом. Мы приплели наши две резиночку. Одну, которую мы обернули два раза. Мы приплели к туловищу нашего кролика. Теперь мы снова резиночку оборачиваем два раза. И снова захватываем и протягиваем сквозь петли, которые были на крючке. Вот так. Теперь с третьей резиночкой поступаем точно так же. Вот так. Нам понадобится еще одна четвертая резиночка. То же самое мы с ней проделываем. Вот так. Вот такой длины лапки нам будет достаточно для нашего кроша. Теперь мы с вами берем резиночку и пропускаем одинарную резиночку и пропускаем ее через резиночки, которые на крючке сейчас. Захватываем воздушную и пропускаем через резинку, через петельку на крючке. Вот такая закрепительная петелька у нас с вами получилась. Вот эту резинку мы прячем аккуратно внутри лапки нашего кроша. То есть мы заводим крючок внутрь, захватываем резиночку закрепительную и выводим через петлю. Так поступаем несколько раз. Через разные петли протягиваем эту резинку, чтобы она не болталась. Вот так. Мы ее хорошенько спрячем. Вот так. Таким же образом выполните вторую лапку. Вот такие лапки получились у нашего кроша. Теперь мы с вами приступим к плетению мордочки. Мы будем плести глазки. Сначала нашу фигурку отставляем в сторону и приступаем к плетению глазок. Для этого нам понадобится совсем немного резиночек белого цвета. Так. Мы берем резиночку белого цвета и набрасываем ее три раза на крючок. Таким образом. И проплетаем из нее шесть резинок. Таким же образом, как мы плели саму фигурку начинали и нижние лапки нашего кроша. Таким же образом мы проплетаем солнышко из белых резиночек. Из шести белых резиночек. Вот такое солнышко из шести резиночек у нас с вами получилось. В последнюю петельку, в первую петельку, которую мы проплели из резиночки намотанной три раза, мы провязываем только одну резинку, чтобы закрепить наш кружочек. Теперь эту резиночку, хвостик этой резиночки, мы с вами поворачиваем внутрь, снимаем с крючка, вводим крючок внутрь нашего солнышка, захватываем эту резиночку и выводим наружу. Вот таким образом мы с вами закрепили наше солнышко. Вот такое солнышко у нас с вами получилось. Вот такой глазик. Теперь нам нужно прикрепить его к нашему тельцу. Но у глазика должен быть зрачок. Для этого нам понадобится черная резиночка. Нашу черную резиночку мы наматываем четыре раза на крючок. Вот таким образом. Теперь мы берем белую резиночку, захватываем ее крючком и спускаем на нее все петли черной резиночки. Вот такая у нас получается форма. Теперь мы продеваем крючок в центр нашего солнышка. Захватываем петельку, которая держит черные резиночки и выводим наружу. Снова заводим крючок, но теперь не в центр солнышка, а в петельке рядом с ним. Снова захватываем петельки, которые держат черную резиночку и выводим. Вот наш глазик получился на двух резинках у нас. Мы одну пропускаем через вторую, то есть закрепляем вот таким образом. Вот наш глазик получился. Именно его мы и будем крепить на мордочку нашего кроша. Как мы будем это делать? Теперь нам понадобится голубая резиночка. Мы берем голубую резиночку, захватываем ее крючком, пропускаем белую, спускаем белую с крючка на эту резинку. Захватываем воздушную и пропускаем через петлю на крючок. Как обычно мы сформировали, удлинили нашу резинку. Теперь мы выбираем место, на которое мы будем крепить глазик нашего кроша. Глазик у нас будет вот где-то здесь. Значит я продеваю крючочек в ту петельку, в которую я планирую продеть глазик. Захватываю голубую резиночку и вывожу ее из петельки. Вот таким образом. Вот так. Снимаю с крючка, возвращаюсь с другой стороны. Снова вдеваю крючок внутрь нашего изделия, вывожу в петле рядом с петлей, в которую я только что вводила крючок. Захватываю голубую резиночку и снова вывожу наружу. Вот таким образом. Теперь мне нужно прикрепить вот эту сторону глазика. Я ввожу крючок внутрь глазика. Захватываю голубую резиночку, вывожу ее наружу. Вот таким образом. Теперь мне придется снова удлинить мою резиночку. То есть я снова прибавлю к ней еще одну голубую резиночку, чтобы нам было чем закреплять. Вот такая у нас еще удлинилась резиночка. И теперь именно эту резиночку я буду прятать внутри нашего изделия. Очень тщательно. Захватываю и прячу внутри изделия. Таким образом, один глазик у нас уже готов. Выполните самостоятельно второй глазик. Вот такие два глазика получились у нашего кроша. Теперь мы будем делать для него носик. Для этого нам понадобятся розовые резиночки. Одна розовая резиночка. Мы ее наматываем четыре раза на наш крючочек. Вот таким образом. Теперь мы берем голубую резиночку. Захватываем ее крючком. И снимаем розовые резинки с крючка на голубую резинку. Вот таким образом. Снимаем эти резинки на пальцы. Теперь мы заводим крючок внутрь нашего изделия. В том месте, где у нас будет носик. Прямо под глазками. Захватываем одну петельку. На которой держится наш носик. Оставляем ее на крючке. Снова вводим крючок в петельку, которая расположена рядом с той дырочкой, в которую мы вводили только что крючочек. Захватываем вторую петельку. И снова выводим ее. Вот таким образом. У нас на крючке образовалось две резиночки. Теперь мы одной резиночкой захватываем. И закрепляем эти две резиночки. Делаем закрепительную петлю. Вот таким образом затягиваем ее. И именно ее мы будем прятать внутри нашего изделия. Вот так у нашего кроша появился носик. Теперь мы приступим к изготовлению ротика для нашей фигурки. Для этого нам понадобятся снова розовые резиночки. Берем розовую резиночку, наматываем ее четыре раза на крючок. Теперь берем белую резиночку, потому что у нашего кроша торчат зубки. Снова наматываем белую резинку четыре раза на крючок. И снова розовую резинку четыре раза набрасываем на крючок. У нас получается такая колбаска из резинок на крючке. Мы берем голубую резиночку, захватываем ее крючком и аккуратно снимаем все резинки, которые у нас были на крючке. Очень аккуратно. Вот таким образом. Это ротик нашего кроша. Теперь нам нужно его присоединить вот в этом месте. Для этого мы с вами снимаем на пальцы эти резиночки и пропускаем крючок, вдеваем в то место, где мы хотим захватить резиночку. Захватываем ее и выводим. Не снимая с пальца крючочек, мы берем снова голубую резиночку и делаем закрепительную резинку. Вот так. Захватили, сделали закрепительную. И именно эту закрепительную резиночку мы прячем внутри нашего изделия. Так, с одной стороны ротик. То же самое мы повторяем со второй стороны. И снова прячем эту закрепительную резиночку внутри нашего изделия. Вот, теперь у нашего кроша есть и ротик с зубками, и носик, и глазки. Вот такой он у нас получился. Нам осталось сделать для него только ушки. Для изготовления ушек мы с вами продеваем крючок внутрь изделия, в то место, где мы планируем продевать наши ушки. Вот так. Находим петелечку. Провязываем одну резинку. Теперь продеваем крючок в петельку, которая расположена рядом. Провязываем вторую резинку. Поворачиваем изделие. И теперь из этой петельки провязываем две резинки. Снова поворачиваем наше изделие. И снова из получившейся петельки провязываем две резинки. Поворачиваем изделие. И теперь из двух резиночек, которые у нас две петельки получились, провязываем из каждой по две петельки. Чтобы наши ушки расширялись. Снова поворачиваем изделие. И снова провязываем из каждой петельки по одной резинке. Снова поворачиваем изделие. И снова провязываем по одной петле из каждой резинки. Снова поворачиваем. И снова повторяем эту же процедуру. Вот такое ушко у нас получается. Для того, чтобы его закончить, мы с вами поворачиваем изделие и провязываем одну петельку из первой петли. И одну петельку из следующей. Третью петельку мы оставляем непровязанной. Вот так. Теперь мы закрепительную резиночку крепим, как мы это уже с вами умеем. Затягиваем узелочек и прячем эти резиночки внутри нашего ушка. Мы тоже уже с вами это умеем делать. Захватываем и прячем внутри ушка. Вот такое ушко у нас с вами получилось. По аналогии выполните второе такое же ушко. Вот такие ушки получились у нашего кроша. Теперь нам осталось сделать только нашему крошу пластическую операцию, чтобы сделать ему красивую улыбочку, чтобы он улыбался по-доброму. Для этого мы с вами берем крючок и продеваем розовые резиночки, которые мы использовали для изготовления его ротика. Вот так. Все розовые резиночки мы надеваем на крючок. Захватываем еще одну розовую резиночку и протягиваем ее через все резинки, которые были на крючке. Захватываем воздушную петельку. Вот такая у нас получается конструкция. Теперь мы берем голубую резиночку. И закрепляем обе розовые резинки на этой голубой резиночке. Вот таким образом затягиваем узелочек. И именно вот этот узелочек мы спрячем внутри нашего изделия, как мы уже это с вами умеем. Вот так. Вот так. Мы как бы поднимаем уголочек нашего ротика. То же самое сделаем со второй стороны. Когда мы с вами поправили все резиночки, они все стали на место, у нас с вами получился вот такой замечательный крош. Веселый и смешной. Как настоящий смешарик. Если вам понравился этот видео мастер-класс, я предлагаю вам ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал, чтобы вы могли первыми видеть видео мастер-классов, которые я для вас готовлю. Спасибо. 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 Спасибо.